Продолжение следует... 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 на суточные, ну, типа, суточные 70 долларов нам давали вот покушать, то есть завтрак, обед и ужин, мне надо было самой придумывать, где себе создать, это было вообще моя головная боль, мне это не нравилось, но деньги в конверте, вот, видишь, получилось. Пока ты думала, все одноклубницы через дорогу в Макдональдсе спокойно добирали себе и завтрак, и обед, и ужин. Слушай, ну, команда у меня была в этом плане профики, они в Макдональдсе не ели, ну, единственное, что завтракали в Старбаксе, вот это был наш косяк, конечно. Старбакс всегда был рядом с каким-нибудь, ну, с отелями, с которыми мы размещались, и, кстати, тоже для меня было шоком, ну, хотел сказать небольшим, но он был большим шоком, что во многих отелях, в которых мы жили, не было завтрака, вообще не сервировали завтрак, шведский стол, то есть, окей, мы готовы заплатить, ну, как бы, его просто физически не было, то есть некуда спуститься на первый этаж, на второй этаж, как мы привыкли, но я люблю говорить о бытовых частях жизни спортсменов, потому что это огромная часть, то есть, я не поем, я не побегу, ну, как бы, у меня нет силы, как бы я там не хотела, поэтому меня это впечатлило, что, например, у нас там тренировка в 10 утра шутера, там, в 9.30 автобус, и такие, ну, типа, я хочу, я хочу кофе там выпить, небольшой стаканчик, я хочу что-нибудь полезное съесть, чтобы у меня была энергия, чтобы там все загрузилось, чтобы к вечеру у меня были силы на игру, их, я встаю и как зомби хожу вокруг отеля, и ищу, где можно позавтракать, ну, конечно, ну, слава богу, команды соберучали американцы, ну, кто уже приезжал в эти города, чаще знали уже, куда можно сходить и все такое, но это, конечно, было таким, одним из таких негативных впечатлений. Слушай, о деньгах в конверте еще маленький вопрос, а было такое, что заходил президент и говорил, что если вот вы положите эту команду, вот там там, я не знаю, моя бывшая играет, то там всем, всем шампанского по итогам дня. Ну, я не помню, у нас президент Мэйджин Джонсон был, и когда он заходил... Я вот об этом и хотел сказать, это был следующий, знаешь, такой подводящий вопрос. Ну да, то есть, когда он заходил в раздевалку, в принципе, ему не надо было ничего говорить, вот, одна его атмосфера, то есть, говорят, у великих людей есть такая энергетика, и атмосферу, которую он создавал со своим присутствием, там, не надо было, нам ничего говорить, мы все понимали сами. Он безумно точно умел находить слова, вот, и как раз-таки, ну, его слова все были в отношении, наверное, вот таких, знаешь, личных, сейчас скажу, личных интересов, вот, действительно личных интересов. То есть, он мог так сказать, что там, даже я, хотя я там жила в Америке одна на тот момент, ну, там, то есть, приехала, уехала, даже меня зацепила, я такая, пойду сейчас драться за ЛА. То есть, там, не про бывших, там вообще родину мать. Слушай, еще момент, который, опять же, бытового толка, насколько я понимаю, в женской НБИ летают то не чартерными рейсами, а регулярными. Что делать, если вот рядом с тобой чувак, который, не знаю, храпит, который подкатывает, который бухает всю дорогу, как это вообще происходит, и если там, не знаю, тревожная кнопка или какая-то тактика у команды на такие перелеты? А ты сидишь в середине, как правило, потому что я не знаю, как команда так бронировала места, и все время летала в середине, все время эти перелеты, там, по пять-шесть часов, все время холодно в самолетах, кто-то там укрывается своим пледом. Тактики, да, у нас всегда в команде, в любой команде, это вообще, мне кажется, не обязательно об этом говорить, но все девчонки знают. То есть, как только кому-то кто-то подкатывает, лишними вопросами мешает, один взгляд на сокомандницу или там, помнишь я, и тут же тебе в ответочку, да, помнишь, ты меня спросил, я тебе хотела ответить, иди сюда, там, или там, давай поменяемся. То есть, мы всегда в этом плане, женский коллектив в Америке, в России, везде одинаково, мы друг друга вообще выручаем всегда, то есть там, что вы хотели узнать, да, да, на секундочку ее можно, да, 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 подожди, да, да, на секундочку, то есть, вот мы всегда друг друга выручаем, поэтому так не попадало. Было один раз, я опоздала на рейс, из-за того, что хотела попить кофе в аэропорту, вот, но тогда, мне кажется, весь самолет, в итоге самолет задержали, там тренер стоял в дверях, такой, нет, мы не полетим никуда, вот, там уже все, я уже от всех терпелась, что нельзя опаздывать, что там у кого-то встреча, что вот такая безответственная, ну, ничего, это можно потерпеть, а все остальное, ну, так, мы друг друга выручаем. Ну, естественно, эти вопросы, которые обязаны быть от соседей, вы такая высокая, наверное, занимаетесь спортом. Да, да, но фишка в Америке, что правилами НБА регламентировано, что мы, во-первых, если это ранний рейс, обязательно должны были летать в форме УГМК, то есть, можно было летать в спортивном, но это что-то с экипировкой и с символикой Лос-Анджелеса, а если это дневной рейс, то мы, соответственно, должны были красиво одеты лететь, то есть, понятно, высокие, красиво одеты девочки, ну, я не говорю про вечернее платье, но это такие костюмы, то есть, это еще мне повезло, нам разрешили еще хотя бы белые кеды надевать, а так, конечно, было сложно без белых кед, все время туфли, это девчонки предыдущие года рассказывали. Ну, и, конечно, классика, но, во-первых, у меня сокоманница была Кэндис Паркер, знаменитая на всю Америку, и, конечно, там, без слов, чаще всего я с ней сидела где-то, ходила, и без слов, там, не надо было меня спрашивать, я шла рядом с Кэндис Паркер, понятно, кто мы и куда мы идем, все понятно. Ну, вот ты упомянула Кэндис, давай коротко крутая история, из которой становится понятно, почему Кэндис Паркер это вау, почему вот человек, который смотрит наш подкаст, интересуется только мужским баскетболом, но сейчас услышит эту историю и поймет, или, по крайней мере, погуглит, почему она такая крутая, почему она такая великая, или посмотрит на резко. Я не знаю, про баскетбольную точку зрения, наверное, не буду говорить, что она единственная женщина, кто умеет делать показ за голову защитника, вот так вот заводя мяч, и каждый раз это проходит, и когда про защищающиеся против нее, это безумно бесит, это такое унижение. Смотрела Литнюю Лигу, Трейянк так делал за игрока, вот этот показ, по голове кому-то стучал, вот, она делала это всегда, мне кажется, она это изобрела, скорее всего, с нее это слезали. А другая история, связана, наверное, с нашей пятой игрой в финале, когда, казалось бы, ну, мы приехали в Миннесоту, всем понятно, как мы хотим выигрывать туда-сюда, она сама сняла маленький, небольшой такой подвальчик, как зал такой в ресторане, включила фильм «Плохие парни», вот где Бостон играл, финаль против Чикаго, вот это плохие парни, когда там в них никто не верил, но они команды собрались и выиграли, заказала что-то на ужин нам, мы там сидели ужинары, смотрели этот фильм, сейчас говорю, до сих пор мурашки по коже, потому что, на самом деле, я сейчас это понимаю с возрастом еще больше, насколько важно провести время, ну, как бы вот всю энергию, все желания, чтобы в одно слились. Вот мы тогда 12 человек сидели, смотрели один фильм, хотели одного и того же, захотели, вот действительно это прочувствовали, и это она создала, это вау, то есть я не знаю, это круто, не знаю, откуда она это взяла, эту историю, но это она сделала, я думаю, только благодаря этому мы и вытащили этот матч, то есть я наживую вытащила. Ладно, пошли о баскетболе, чуть-чуть вопросов о баскетболе, которые не могу не задать. Давай на чистоту, женская NBA, но забивают же на тактику, ведь 90% вообще ситуации это заливают на лидера, и как она уже там вычихает, не вычихает, а все остальное разбирают уже, кто там рядом. Так ли это, и вообще вот идея тактических разборов, где и каких-то там, я не знаю, комбинаций, ну, потому что многие игроки, что там приезжают кто-то под сезон, кто-то уже с началом сезона, мне кажется, это в принципе невозможно донести, что-то организовать и как-то наиграть. Ну, конечно, слышал будете сейчас наш тренер по видео, по разборам, или наши мальчики, против кого мы тренировались, которым перед тренировкой мы давали вот такую папку комбинаций, то есть мы же тренируемся не друг против друга на тренировках, не девочки против девочек, мы тренируемся девочке против мальчиков. У нас есть специальные мальчики, ну, они не для битья, это надо правильно понять, то есть это или бывшие профессионалы, или полупрофессионалы, они имеют играть в скейтбол, им тренер выдает тактическое задание, что они должны выполнять тактику будущей команды соперников и еще имитировать движение лидера, то есть мы учимся защищаться против их комбинаций и как играет их лидер, то есть мы учимся так, то есть у нас мы готовились к Майе Мор в финале, у нас там настоящий профессиональный игрок, он брал мяч, и мы должны, мы играли по-настоящему пять на пять девочек против мальчика, мы должны были против него защититься, вот он говорит, ну, тренер нам объяснял, как, потом он психолог, я не знаю, как пока вы не выиграете, мы тренировку не закончим, то есть это говоря о тактике, тактики очень много, даже чтобы дать лидеру получить мяч, надо 188 ему заслонов поставить, вот, как-то его вывести на эту передачу, это кажется, они, может быть, такие двухходовочки, но тактики есть, и много, и лидера направить в какую руку, и от кого можно страховать, от кого нельзя страховать, и, ну, очень много, я бы сказала, побольше, чем у нас. Ну, я, знаешь, глядя на матчи женской NBA, тогда думаю, что далеко не все успевают это запоминать или не очень хотят это усваивать. Слушай, ну, можно смотреть, что они стараются быстро играть, это другой разговор, что они считают, ну, действительно, у них хватает техники, самое главное, скорости физики быстро забить, вот почему они забивают какие-то некоторые тактические подготовки, зачем, когда можно прибежать и сразу оп-оп и забить, поэтому это тоже хорошо, это на самом деле, раньше мне это не нравилось, но когда я в это окунулась, и сейчас понимаю современный баскетбол, но если не бежать в прорывы, не только в прорывы, но и быстрое нападение делать, транзист, вот этот транзишн оффенс, как бы баскетбол очень скучный, стационарный, и установится вот как финал Евролиги, который мы видели, мужской, ну, помнишь? Да, да, да. Как бы это было скукотенько, у меня глаза болели, смотри, на эти промахи, то есть, ну, и как бы, конечно, когда смотрим финал NBA, когда там счет 111 на 108, полный зал, ну, понятно, почему полные залы, да, наверное, где-то они быстрее пытаются набрать эти очки, чтобы, ну, и самим было не скучно не засыпать на площадке. Так, теперь вопрос, который меня мучает, то ли 11, то ли 9 лет, короче, история из жизни, чемпионат Европы, который был в Литве женский, по-моему, то ли 11, то ли 13 год, я объясню, к чему это вся потом предыстория, непосредственно к вопросу, ходила байка о том, что сборная России проиграла сборной Беларуси из-за того, что россиянок накрыли критические дни, накрыли практически, вот, ну, синхронизировалось так, что всю команду из-за этого очень серьезно все просели. Собственно, после того сборная России, наоборот, там, буквально через пару дней пошла в рост и там начала всех причесывать. Я не спрашиваю, правда ли это, хотя было бы интересно услышать. Второй момент, NBA, вообще принимает во внимание, вот, тренер как-то, да, вот такие вещи, когда у девчонок критические дни, когда возникают какие-то проблемы, и прописано ли это как-то, и есть ли это возможность, ну, не знаю, откосить, не откосить, но сказать тренер, ну, е-мое. Слушай, ну, ты говоришь, что у нас развлекательный подкаст, а ты очень серьезную тему толкаешь, потому что… Ну, слушай, я, конечно, выгляжу дурачком, но иногда да. Это реально серьезная вещь, потому что, к сожалению, 99% тренеров на это не обращают внимания. В WMBA тем более, если в WMBA заставляют, тренируешься с температурой, с подвернутым голеностопом, и всем ехало-болело, что там у тебя болит, то, конечно, никто не будет обращать внимание на такую мелочь, как «Критические дни». То есть для всех это мелочь в мире спорта. Я могу сказать так, я сама грешила таким отношением до, наверное, определенного времени, пока я действительно не заметила вообще такие фундаментальные сдвиги, ну, вот вплоть до того, что колено отекает, вот именно вот перед циклом колено отекает. Все. Ну, вот что-то, вот как бы я там не тренировалась или вообще не тренировалась, вот такое вот случается. То есть и на это сейчас, мне кажется, понимая это, не обращать внимание, крайне глупо. Мне кажется, чем современнее тренер, тем больше он должен учиться. То есть физиологи здесь должны вступиться за женский организм, то есть подстраивать нагрузку. То есть мы знали какие-то элементарные правила там из серии, нельзя вот в эти времена там качать пресс, но как бы на самом деле там другие добавки надо принимать, другое распределение нагрузки, чуть-чуть, ментальный подход, немножко другой. То есть на самом деле было бы круто, если бы это учитывали. Ты знаешь, меня удивляет, что большинство тренеров женщины, да, и вот они это игнорируют, хотя сами через это проходят каждый месяц. Не забывают, они становятся тренерами к тому возрасту, когда все проходит, они снова счастливые люди. Сейчас все секреты женского организма расскажу. Ну, слушай, как минимум мороженку можно было, знаешь, заказывать на скамейку пока по МС. Нет, как правило, женщины как раз таки, они намного строже, чем мужчины. Мужчины там как раз непонятно, насколько это там неприятно, некомфортно, больно, меняется все. А женщины, ты понимаешь, чаще всего тренер говорит, да я в твои времена так вот такое творила, ты чего? Да, лопух вату оборачивала и вперед, и хватало. Да, наверное, уже в таких ужасах будут говорить о том, что там они не такое выносили, ну, к сожалению, да, женщина женщина чуть реже понимает об этом, именно отношения этих перемен. Окей, еще одна бытовая история о том, что было у меня, допустим, в практике, пока работал в баскетболе, в том числе и в командах. В команде, где был, девчонки были парой. После этого в процессе сезона они расстаются, у них какой-то разрыв, и из-за этого, ну, команда фактически разваливается. То есть это происходит, знаешь, там, ты мне не пасуешь, а ты сама такая, и понеслось. Как такие ситуации разруливаются в женской NBA? Я так понимаю, что там, ну, процент девочек-лесбиянок намного выше, чем плюс-минус в Европе был, вот, пока я был активна в баскетболе. И насколько вообще это реально в команде погасит такой конфликт, если он случается? Ну, нереально, мне кажется. Нереально, потому что это две женщины. Так-то тяжело, когда две женщины в ссоре, а если их связывают еще какие-то романтические отношения и претензии друг к другу. Это очень сложно. На моей карьере, слава богу, таких историй, наверное, не было, чтобы как-то это приходилось гасить. Хотя, да, ну, не было, наверное, таких сильных историй, когда вот прям вообще команда развалилась. Я удивилась, когда ты сказала, что это отразилось на команде, потому что, может быть, мне повезло, я играла всегда с такими профессионалами, для которых дело на первом месте было. И как раз-таки, может быть, и из-за дела случались, как бы, такие расставания, как раз потому, что отношения мешали делу. Вот. И как раз, когда такая жертва приносится, да, тогда баскетбол только выигрывает, как правило. Я не знаю, как это работает, до сих пор для меня непонятно, но есть очень, ну, опять же, это зависит от уровня игрока, от уровня его профессионализма, его отношения к делу. То есть есть такие игроки, ну, вот опять же, которые там, не жертва баскетбола, баскетбол это мешает, вот это давай вот так, или там так, или всяк придумывают какие-то варианты. Но на самом деле, я говорю, в женской команде конфликты это сложно. То есть мы не можем прийти, как мужчины, например, там, не знаю, и там сказать грубо, не понял, там, не знаю, там, ну, действительно все вместе, там, я такого не видела, но я представляю, там, не знаю, кулаком дать в живот и сказать, вот такие мы сильные, нас больше там подстраиваются под нас. Женщины это про другое, вот. Женщины редко на одной волне, это большая редкость, вся команда на одной волне, все равно кучки, стайки, потому что циклы в разное время. Вот, родились в разное время, сами из разных регионов, поэтому любой конфликт, даже если это не касается отношений, всегда, всегда разваливает команду. Мы сейчас можем смотреть, если мы топим сейчас, говорим про американский баскетбол, что творится там в Фениксе, что творилось в Сан-Анджелесе, это же, ну, это же чистый женский коллектив, который некому там просто навести порядок. Слушай, а когда наоборот завязывается роман, это лучше для команды? То есть, вот, у девчонок начинаются отношения, это же всегда, я думаю, у девушек, как и у, там, знаешь, парней с девчонками конфетно-букетный период, это вау, вся романтика. Слушай, не знаю, это, наверное, ну, с одной стороны для команды это лучше, потому что, как и два члена в команде, они, как бы, как сказать, вместе, как бы вся команда вокруг них тоже может строиться, с одной стороны. С другой стороны, конечно, если это мешает, там, типа, ты пасуешь только ей, она пасует только тебе, то это, конечно, тоже глупо, и, ну, опять же, у меня в команде такого не было, ну, не было парочек, и не было такого, знаешь, ну, я могу рассказывать про ГНК, ну, в ГНК суперпрофессионалы играют, то есть это, я не знаю, это супертоп из топов-топов, которые всем своим поведением вообще, там, никак не прикопаться, никак не, вообще, ну, то есть, и можно и так. Именно поэтому у нас подкаст о женской МБ, а не о твоей клубной карьере. Да, согласна. Ну, вот я говорю, для других команд, ну, скорее всего, это, я бы, наверное, назвала это как раз-таки от обратного. Если конфликты плохи, то как раз объединение, это всегда лучше, чем вот просто дружить, то есть лучше, пусть будут, их отношения, ну, замечательно, еще дружнее, еще лучше, там, наверное, хотя, опять же, если они ссорятся, не знаю. Окей, раз идет такая жара, давай тебе подброшу цитатку от Ронда Роузи, звезды UFC, которая рассказывала, что перед каждым боем обязательно занимается секс. Что в женском баскетболе происходит, вот в женской МБ, опять же, или, опять же, можно спроектировать на клубную карьеру. Секс перед матчем лучше, секс после матча, хотя я не понимаю, мне кажется, что тогда ты просто лежишь бревном и уже там, уже вообще не, пускай сам там играет, да, знаешь, там две, четыре четверти овертайма, это просто один парень там разбирается. Как вообще эта нагрузка распределяется и нужно это, не нужно, мотивирует, не мотивирует? Очень смешно, по-разному. Мы, в частности, в Лос-Анджелесе говорили о том, что каждый экспериментирует сам. То есть мы говорили о своих экспериментах, каждый на себе отмечает какой-то там сдвиг. Кому-то действительно кажется, что там за 24 часа до игры там все должно быть обязательно, какие-то кучу положительных эмоций потом разрывает. Кто-то говорит, наоборот, занимает очень много эмоций, очень много отнимает и потом нету сил. То есть у каждого игрока там свои теории, у всех свои догадки. Но это, опять же, после игры это можно обсудить. Как правило, такие темы обсуждаются. Но в целом, по мне, в моем личном опыте зависит. Главное, чтобы это не было в ущерб еде, сну, реабилитации. Все остальное, в принципе, дозволительно. Потому что если говорить о том, что спортсмену, вообще, не только женщине, любому спортсмену надо это выспаться. Совершенно точно. И не важно, с кем ты спал или переспал. Главное, выспаться. Главное, поесть нормально. И чтобы подготовиться к матчу, все свои мышцы, все это было реабилитировано со льдом. Если не в ущерб этому, то 100% для всех, наверное, это в плюс. Ну, так классно. Знаешь, приходишь утром к тренеру и говоришь, тренер, сегодня вместо разминки у меня уже было. То есть я теперь сразу на реабилитацию и на лед, пожалуйста. Да, так тоже разминаться надо. И бросать надо перед игрой. Ты понимаешь, столько всего, столько всего, что может просто не хватить времени на секс. И что тоже, в принципе, как бы неплохо. То есть окей, как бы если... Так, подожди, что значит тоже неплохо? Если не хватает времени на секс, тоже неплохо? Значит, если у вас есть время на сон, есть время на еду, на броски, на реабилитацию, поиграл, все сделал. И теперь со спокойной душой может быть там что-то происходит. Опять же, я говорю, каждый должен спортсмен выбрать сам себе подходящее состояние. Ну, именно, я говорю, опять же, не в ущерб этим главным вещам. Все остальное, вот, как-то даже. Опять же, мы же... Я на самом деле не понимаю. Я за собой, если говорить за себя, не могу отметить, сказать, вот мне 36 часов мне нужно вот это, 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 все, буду летать просто. Когда-то, я не знаю, когда-то мне кажется, да, наверное, вы... Как сыграла, наверное, в этом секрет, точно. Сделано. На следующей игре тоже самое, потому что вообще мимо кольца буду бросать террболы. Такая, блин, не работает, что-то сломано было. То есть, как бы в моей... Ну, я пришла для себя к выводу, что это просто зависит от эмоционального состояния. Если действительно не устало, не в ущерб, пожалуйста, класс, это всегда в плюс. Если это в ущерб чему-то или что-то там, или это эмоционально, ну, как бы не нужно, типа, ну, вроде, да, вроде это было, там, как на той игре, как на той игре-то, ну, когда вот это в ритуал превращается. Мы же спортсмены, мы же еще очень, как это сказать же, не в эти... Суеверные. Суеверные, конечно. И когда это превращается в ритуал, от этого уже меньше эмоций, совершенно другие гормоны вырабатываются, конечно, это не будет срабатывать. Поэтому я, как женщина, совершенно точно про себя не знаю. Я знаю, что мне нужно точно высадься, точно поесть. Ты знаешь, ты вот сейчас рассказывала, я думаю, просто жесть, как парню страшно в таких ситуациях. То есть, если все сработало до игры, ты представляешь, вывешивается как список комбинаций. Так, в прошлый раз было 28 комбинаций. Будь добр, выучи, и в следующие 36 часов от А до Я. Так и есть, да. Что я ела, как был массаж после этого, как был массаж до этого, зачем, куда пошла, что сделала. Все это должно быть выстроено в такой же обязательно позиции. И не важно, что команда поменялась, тактика поменялась, другой соперник, другое поле, это вообще не важно. Главное, чтобы все мои ритуалы были соблюдены. Где ты сидел? Сиди там, где сидел. Ой-ой-ой. Ну, я надеюсь, что все-таки главное наши слушатели подчеркнули. Если не во вред, то можно и много. Вот это вот, знаешь, у нас в каждом подкасте есть какое-то, как в Саус-Парке, сегодня мы многое поняли. Вот вынесем из этого, из этой части интервью ровненько такую цитату, ровненько такую правилу. А что, Наличкович, делаешь за такую передачу? Непосредственно мне тоже предлагал участвовать. То есть замеряли все соотношения, там, пульс, кровь брали у девочки до секса. Она занималась сексом, выходила на игру, играла в игру, все это делали после, типа, отслеживали там в какой-то динамике, как это происходит. Эксперимент провалился после второй игры. Она сказала, да пошли вы все, не мешайте мне играть в скейтбол. Я думаю, что, если что, мы с Максом организуем потом сиквел этой передачи. Мы будем отбирать мужиков, которые должны будут участвовать в этой передаче, помогать девушке. Так что, друзья, следите за нашими обновлениями на Boosty. Вполне возможно, скоро будет новый сценарий. Итак, друзья, тема самая горячая в самом разгаре, поэтому резонно вывести ее на кульминацию. Жень, тема беременности. Понимается ли она вообще в женской НБИ, как-то прописывается в контрактах, есть ли какие-то, я не знаю, штрафы за это дело, и как вообще это происходит, натыкаетесь ли вы на ситуацию, когда приходит вот такая девчонка, у вас разгар сезона, выход на плей-офф, и она такая, у меня две полоски, сорян. Ага. Так, контракт я WB не читала. Там было 488 страниц. Если что выглядело, то вот так. Реально вот так. У меня чисто не было желания видеть, что там написано, но меня потом это немножко, конечно, догнало. Это не связано с беременностью, другая ситуация была, ну ладно. Поэтому фиг знает, что там написано про беременность, но в тот момент меня это не волновало, если честно. Вот. Что касается других команд, ну, насколько я понимаю, просто прекращается действовать, контракт и все. То есть такого никто не прописывает. Как-то, видимо, опять же, учитывая, что 80% женской МБА и девушки, кто может и может планировать свою беременность, просто так не может, не запланировать свою беременность. Ну, и это, я думаю, на плюс руководителям МБА, потому что действительно они могут это WMBA прописывать, как бы. Ну, пока я такого не помню, не было таких резонансных историй, которые, вот, знаешь, были бы на слуху очень много же, что мы воспринимаем, это о чем мы болтаем. Вот, то есть я такого не помню, что мне девчонки рассказывали, там, сидя. Конечно, нашли новые методы, как Бриана Стюарт, например, выбрали суррогатную мать, и вот никто не выбыл с сезона, все могли играть. Вот, поэтому пока данная проблема не стоит острым в женской МБА. У меня стоял такой вопрос, вот я могу и в русском чемпионате было, был вот такой прецедент. То есть у меня действительно был контракт, подписанный мной лично, с, не буду называть какой командой, вот, где говорилось, что как только команда узнает, что я беременна, вот, они мне платят 50 тысяч рублей в месяц, и пока я, короче, не возвращаюсь в баскетбол, мой контракт приостанавливается. Вот такие условия. Это называется пособие на ребенка социальное. Слушай, но то, что я должна была вернуться в эту команду, тоже было. Потом я поняла, что это было очень, как позитивно, слишком оптимистично для той команды, потому что... Они так в себя верили. Но да, мы в начале каждого месяца приходили, женщина-врач выдавала нам тесты, мы ей показывали. Серьезно? Я серьезно отвечаю. Но самый большой прикол, что в конце этого, не в конце, в течение этого сезона забеременел врач. Некому было проверять тесты, потому что другой мужчина пришел и изменил, такой, я не буду с этим возиться. Мы забили. О, вдогонку еще тогда вопрос. Опять же, история с моей родиной, из Беларуси. Там сейчас, правда, футбольные команды вводят в моду проверку спортсменов на алкотестеры. То есть после тренировки привозят, и надо дуть трубочку. Ты вообще сталкивалась ли когда-либо с этим? И вообще, как вот давай, если так кратится, с алкашкой? В женской NBA, насколько строго, насколько утром, если чувствуют пары перегара на шутер-раунд, прилетает ли? Учитывая, что в Америке, мы это обсуждали, я думаю, вообще никогда сейчас не открою Америку. В принципе, даже вот рассказывал, перед той финальной игрой, которую мы там ждали с нетерпением, на ужине у меня вся команда сидела и пили вино. И я там, в смысле вы сейчас выпиваете вино? В смысле? Я такая, стоп, хватит! Ну и одна, и один вечер можете потерпеть. Что происходит? А потом я поняла, проблема в том, что в Америке, кроме привычки, привычка запивать, то есть с детства их приучают все время запивать еду. Простой водой не запьешь особо невкусно, как бы никакого нет послевкусия неприятно. Сильно сладкая газировка вредна. Да, даже спортсмены знают, что нельзя запивать сладкой газировкой, поэтому что остается вино. Морсы, компоты, нету этого вообще в обиходе. Соки тоже безумно с высоким количеством сахара. Соответственно, реально такой бытовой, ну это не алкоголизм, бытовое, бытовое выпиение, распитие напитков там очень распространено. И связано это с тем, что культура запивать еду есть, а напитков под эту культуру нет. Чай они не пьют, соответственно, кофе они пьют, вообще это отдельный ритуал. То есть это не даже утром он ни с чем не совпадает, ни с каким приемом пищи. Соответственно, как бы вот такой вот алкоголизм он присутствовал. Но на тренировке, если с нами же тут же там доктор периодически к нам заходил, смотрел, соответственно, утром как он будет нас проверять? Она все видела сама, все понятно. У доктора, может быть, самая легкая рука в команде была, да? Да, 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 да. Поэтому нет. Ну, конечно, вот это для меня был шок, что опять же, когда одно время было подписано на Леброна Джеймса, вот, я-то думала, он ведет свой инстаграм так же, как я, там полезные вещи выкладывают, еще что-то. А он-то выкладывал, какое вино сегодня выпьет, белое или красное, там того, не знаю, шатенуара, там, шестнадцатого года. Я офигевала, то есть для меня это, блин, ну что ты несешь в массы. А когда я окунулась сама в эту атмосферу, я поняла, что для них настолько норм, настолько в порядке вещей, что, как бы, на алкотестер вряд ли его кто-то бы принимал. Но я не представляю, как играть до игры, если принять успокоительное. Хотя у меня была тренер, тренерша, американка. Вы ее доводили до такого стресса, что она трезвой вашу игру смотреть не могла. У нее лежала в сумочке, у нее фляга, американка черная. И она перед тем, как зайти к нам в раздевалку, дверь-то всегда прятая, открыта, она открывала флягу, закрывала и заходила в раздевалку. Было такое, то есть, тренеров лучше проверяют, чем у нас, игроков. Я не представляю, как с этим можно играть, там уставший, не уставший. Ну, как бы мне было тяжело и после одного бокала вина за ужином на следующее утро все равно такое не слишком свежее состояние. Ну, особенно, если там на тот момент я вообще не выпивала и тут как с командой за ужин. Окей, давайте, думаю, боже мой, сейчас нам играть. Ну, ладно, окей, я уже к финальной серии понимала, что я не буду играть много на площадке. Говорю, ладно мне. Говорю, как эти? А для девчонок все в порядке вещей. Эти такие Леброн и Джеймсы, видимо. Ну, про Леброн и Джеймсы. Евгения Александровна, вот вы теперь будете знать, как Инстаграм правильно вести. Не всякие уроки там, смотрите, как я сходила к тренеру и воркаут провела. Да, это вот именно про то, что какое мне вино выпить. И как бы, много мы между собой шутим, там, типа, да, почему Леброн и Джеймсы написали книгу, как я стал чемпионом. Эта книга была про вино. Ну, что нет, это, конечно, неправильные ориентиры абсолютно. Я считаю, что все равно, даже если это есть в спортивной жизни, я уверена на сто процентов, что это мешает. Как бы, если кто-то мне будет доказывать спину рта, это мне помогает, я скажу, иди к другому специалисту. Как бы, алкоголь не помогает. То есть, были у меня стадии, когда я сама заказывала, говорят, да у нас такой стресс, мы вообще на нервике постоянно, нам надо, вот после игры обязательно, бокал вина, что все отпустят. У меня был даже вот, был такой период в жизни, никому об этом не рассказывал. Я пила перед игрой Спаркс. Спаркс – это такой напиток, в нем безумное количество энергетиков, кофеина. Он, как бы, его разводишь в порошко, ну, в порошке, то есть, это спорт. Вот, Спаркс мне специально Бекки Хэммон привозила из Америки. Ну, один раз она перед игрой пила, и такая, блин, что пьешь? Она такая, хочешь бегать, как я? Ну, Бекки Хэммон для меня идол. То есть, я как Бекки Хэммон крашусь на игры, потому что она красилась на игры, и она меня научила, типа, you look good, you play good, и такая, окей, типа, согласна. Потом, вот, она меня подсадила под Спаркс, но Спаркс, это было такое количество энергетика там, там, и Лео Таракок, вот это все, что просто вот так вот сердце расхит, хотел сказать, матом даже расфигачило, что я после игры не могла уснуть до 6 утра. Так ты после игры плохо спишь, потому что весь адреналин органически выходит, а здесь просто сердце вот шарашило. И я потом поняла, что меня отпускает, действительно, после бокала, после двух бокалов и на меня отпускает, я могу хотя бы, ну, лежать, не прыгая за сердцем туда-сюда. И я доказывала всем, что это вообще нормально, профессиональные спортсмены без этого не могут, и без этого успеха не может быть. Ну, как бы к концу карьеры я присмотрела свои взгляды, без этого можно. Шорт, я бы вот в середине твоей карьеры сказал бы, будь моим тренером. Неважно, что я бы ничего не добился, но два раза в день я бы ходил к тебе на тренировку. Да, 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 да. Я бы тебе говорила, все окей, мы сейчас напьемся кофе, потренируемся, потом будем, чтобы вас отпустило. Это ненормально. Я, конечно, безумные качели эмоциональные, не умела справляться со своими эмоциями абсолютно, и, соответственно, тянулась рука к таким вот... А недоступны эти вещи в магазине, что самое ужасное. Я против того, что алкоголь можно так легко купить, потому что слишком легко. Да кажется, что мы там справляемся, расслабляемся. опять о серьезной теме говорим, но нет, поэтому, да. Хорошо, тогда лучший совет от Баки Хэмман относительно того, как надо краситься перед матчем. И твой рекорд по времени, проведенным за Марафетом перед игрой. Ну, рекорд сто процентов, наверное, это может быть... Поскольку у меня длинные волосы, я там закалываю специально вот эту кичку, она должна смотреться не слишком аккуратно, но и не слишком разболтывая. Ну, рекорд сейчас спокойно. То есть, я сейчас могу провести перед игрой, перед зеркалом, да, накраситься, а потом стоять и делать эту кичку. Раз за разом она не будет получаться. И, кстати, мы обсуждали это с Таурази, потому что она тоже себе делает кичку. Вот, она говорит, с какого раза сделала кичка? Она заходила, с какого раза сделала? Я говорю, ну, сегодня с пятого. Она такая, я десять раз переделала, не побрежу нафиг эти волосы. Вот, волосы много занимает, времени. Красятся уже, рука набита, то есть, ну, это ритуал, то есть, я крашусь, я знаю, что это игра, я знаю, что это не тренировка, это другие уже эмоции, совсем другой настрой. Ну, игра для меня праздник однозначно, на празднике я люблю красить, люблю показать себя со всех сторон. Не важно, игра в день, утро. Ну, это ж капец, ты же течешь, вот эта тушь, когда там знаешь, это утираешься, вот эти вот сопли, слезы, которые есть, оно же все... Черт, я тебя умоляю, мне за всю карьеру, наверное, сколько я крашусь, потекло, может быть, один раз, где-нибудь мы играли, там, в Кунте Испании, не было вот кондиционера. Ну, слава богу, играем в таких лигах, где все команды могут позволить кондиционер, и все нормально, что не надо вот так вот вытираться, окей, там, вот так вот вытираешься, из серии. Но, в целом, как бы, я топлю за то, что делает тебя лучше, как, наверное, как человека, это я, то есть, я, жественность часть меня, я не могу, там, мне нравится, мне нравится, яркий образ, поэтому, да, я крашусь, это я. Опять же, у меня был перед глазами пример, кто так делал, и классно играл, но это, конечно, нет прямой связи, но сама суть, как бы, я понимала, ну, это очень бодрит, когда я понимала, что не я одна такая, что действительно есть какая-то категория женщин, кому это важно, как часть себя, то есть, это часть меня, вот быть такой на площадке, это не все. Окей, еще тогда короткий вопрос в догонку, правда ли, что в женской NBA, ну, можешь даже и про Европу рассказать, девушки могут доставать клубного фотографа после матча, относительно того, вот здесь я некрасивая, здесь у меня рот открыт, это убрать из отчетов, фото с домашней игры, это добавить. Слушай, как раз-таки в женской NBA, наверное, такого не помню, вот в европейской лиге, не в европейской, да, в частности, менталитет наших девчонок в этом плане, мне кажется, намного более придирчивый, вот, чем в Америке, потому что все равно в Америке игра есть игра, там все понимают, но там и не будут чисто из, наверное, таких же побуждений, чтобы ни в коем случае не засудили, никуда-то не отнесли в какие-то права суд по правам человека, что выложил лицо, такое кривое лицо, там из таких убеждений, наверное, фотограф тоже не будет выкладывать такие фотографии, но это важно, часть, опять же, вот этот туннель, когда идешь от машины на игру, когда там куча фотографов, и там идешь в своем каком-то виде, потому что на игру надо приходить красивый, да, там обязательно проверишь, там правильно фотографию, свет, видно ли там, не знаю, что я в этом... Рабочая сторона, да? Да, ну да, там в следующий раз пойду тут на него, с этой стороны буду смотреть. Ну, я думаю, что парней так же, на самом деле, я думаю, им тоже есть дело, но они, если бы не было дела, они бы так не разряжались тоже, у них сейчас костюмы поинтереснее, чем у женщин. Это правда, да, отдельно взятый, где-то Рассел Уэсбург, когда брительно кивает головой. Да, да, да. Окей, три самых сумасшедших баскетболистки женской МБА, с которыми тебе довелось пересекаться, вне зависимости, с тобой в команде, на площадке, где-то в компании, ну и может быть, историю какую-то ты сможешь под это дело вспомнить. Ну, то раз и раз, сто процентов, это просто, как сказать, невменяемо, во всех смыслах, и в хороших, и в плохих смыслах, однозначно. То есть, это человек раз, наверное, займет у моей жизни место. Потом, я думаю, что, ну, Бритни Грайнер, берем его, спортивную сторону жизни, это человек с безумной харизмой, просто вообще, однозначно. Я говорю, мы с ней переживали такие разные эмоции, от эмоций там, завяжи мне, пожалуйста, хвостик, помоги перед игрой, до эмоций, когда меня там в спину толкало с тренировки, типа, не трогай меня на тренировке, там. Вот, и также там могла развернуться уже в ЛА, когда я играла, то есть, там, зло могла так посмотреть, развернуться локтем как-то после свистка, то есть, ну, какой-то такой, это уразия вообще отдельный разговор, но про него, мне кажется, никому не нравится, не стоит рассказывать, вот сейчас ты третью назовешь, у меня есть маленькая история про Тауразии из своей личной жизни, ну, личного опыта, и твоя, наверное, самая такая эффектная. Ну, давай третью закроем, третью позицию, вот после Тауразии Грайнер. Третья позиция, кстати, вот это, наверное, плохо, третьей позиции не могу назвать, то есть, все говорят, Лиза Кембидж, мне ее жалко, ну, мне кажется, как раз-таки, вот ее, такое психологическое состояние, как будто мне жалко, мне кажется, что она как-то не может там себя найти, хотя, наверное, все-таки она, если она не может себя найти, значит, она необычная. Вот, соответственно, да, пусть будет она. Про Тауразию у меня есть история, это чемпионат мира десятого года, сборная Беларуси туда пробилась, собственно, по-моему, это в Чехии было, и как раз на втором групповом этапе мы играем с американками. Я тогда работал в крупнейшем спортивном издании Беларуси, и у меня была задача перед каждым, соответственно, матчем делать интервью с кем-то из звезд соперниц. И вот я прихожу на матч, на тренировку американской сборной, знаешь, там же секьюрити, все вот это там, вот, я такой, сдыхлик такой, весь тощенький, еще не бороды, ничего такой, молодой хлопчик такой, я говорю, мне бы Тауразии, пожалуйста, мне бы было бы очень хорошо, вот. И там пресса Таше такая, что-то тоже начинает, такая бабушка такая, типа, ну не то, не сё, ну и в итоге какой-то шорох идет, у них тренировка как раз заканчивается, и бабушка такая, ладно, я типа у нее для проформы спрошу. Ну она такая, подходит к Тауразии, Тауразии такая, на меня смотрит, такая, сейчас, сейчас уладим, две минуты что-то объясняет, летит через весь, просто пустой абсолютно этот комплекс огромный, летит такая, что серьезно, ты из Беларуси? Я говорю, да, пришел со мной сделать интервью, я говорю, ну как бы да, такая, охренеть, лезет такая обниматься, говорит, единственное, чтобы твои бабы не заревновали. И вот мы с ней 15 минут, это, знаешь, ощущение, что мы знакомы с детства, и вот она так просто впечатлилась идеей, что какой-то чувак из какой-то там волшебной страны, где живут инопланетяне, пришел специально для нее сделать интервью, но вот это был действительно один из таких моментов, когда, я думаю, серьезно, ну она действительно с каким-то, со своим космосом, но охрененная. Она охрененная, я говорю, она и в хороших смыслах, и в плохих, во всех смыслах этого слова, она вот всегда как бы, как сюрприз, всегда от нее сюрприз, никогда не знаешь, я говорю, я с ней всегда, мы общались в команде, это всегда было как на пороховой бочке, мы никогда не знали, как она, следующую фразу, она шутит сейчас, или это реально она так думает, или она шутит, подводит, то есть это было такое. Я, кстати, вспомнила третьего игрока, я уберу Лис Кембедж, я его назову Майя Мур. Даже в этой ситуации Лис Кембедж убирает из команды, ты представляешь? Вот так, вот такая вот, видишь, она зародила для себя такую карму, и все это пошло. Не, Майя Мур все-таки, потому что с ней я играла, и вот с нее играла, это просто человек-ангел, знаешь, такая там, такая ангелочек, такая замечательная, можно мне лед, да, там типа, лед мне можно, там льда, нет, где мой лед? Просто там такая мегера, так быстро менялась, потом там она делает этот лед, ставит себе таймер, ну просто для спортсменов, это как бы мы, мы никто таймер не ставим себе, я не знаю, таких, кроме нее, никого не знают, ставить себе таймер, сколько минут, держать лед, именно там на своих частях пела, вот, то есть она такая была, тоже психушечка, и хорошему, плохому в смысле слова тоже, то есть она была и там, и там, очень интересно. На Туразе вообще слово поперек могли сказать, или все вот просто ждали, когда этот дракон в ней уйдет спячку и выйдет ангелочек? Да, это было в том плане, что иногда, когда был действительно этот дракон, выходил из нее, то есть была ситуация у нас на тренировке, один раз она получает мяч, мы на одной позиции играем, соответственно, я всегда против нее защищаюсь, и на тренировке она так получила мяч, так разворачивается, ну, очевидно, вот так вот с локтем, я там еле убираю свою челюсть, и все в шоке, там упала аж на туда, такой сильный, как матрица сделала, сделала прогиб, вот, такая замену показала, пошла на боковую линию, такая, ну, офигеть, тренер даже не остановила ничего, ну, ну, начала говорить, так нельзя, ну, это неправильно, там, что-то, ну, вот, ко мне подходят с одной стороны, один тренер такой, ты же знаешь, ну, ты же знаешь ее, ну, она не очень, ну, тренер с другой стороны, ну, блин, и ее лучший друг тренер подошел ко мне, ну, это же она, ну, ты же, ну, куда ты лезешь, ну, она вот сегодня, там, фуриус, ну, куда ты, куда, ну, куда я, ну, ты там, то есть до такой степени, я до сих пор, ну, были игроки, кто пытался на нее там лезть, ей что-то слово там поперек говорить, но я действительно, сколько-то мы, пять лет вместе проиграли, четыре, вот, я поняла, что это тот игрок, который сам себя накрутит, сам себя успокоит, сам себя поднимет настроение, отпустит настроение, но ничего, вот, невозможно предугадать, угадать, то есть я уже приняла, что там, вот с ней нельзя, как со всеми, то есть там, если там я думала, на кого-то я могу повлиять, здесь по нему не узнала никак, то есть момент был, мы заняли третье место в Юре Олеге, она не доигрывала матч за третье место, получила травму, она обручает эти медали, ну, что там для нас, там, медали за третье место, ну, как бы, понятно, это не то, что мы хотим, ну, вот, мы приносим эти медали, ну, и тренер, и я захожу в раздевалку, держу вторую медаль для нее, я знаю, что она в раздевалке, вот, мы стоим в круг, тренер такой, ну, значит, на это наработали, на третью медаль, типа, ну, там, что-то толкает речь, мы начинаем это, я говорю, а, да, мы забыли от этой медали, одевая на нее медаль, она просто эту медаль снимает, я беру, одеваю на нее, груди, а мы тоже заняли третье место, фиг ли ты, фиг ли ты ее снимаешь, то есть, ну, как бы, вот такие моменты были, ну, все равно, это, ну, поэтому она тоже великая, великий игрок, в плане, без нее женский воспомин, 100% был бы другой, она, как бы, я ей не говорю, что ей надо прощать, это нет, как бы, вот она, поэтому так играет, что она вот такая, взрывная, просто взрывная, Давай, возвращаясь к женской NBA, скажи мне по-честному. Я когда смотрю уже довольно давно и комментировал в свое время женскую NBA, регулярно полупустые трибуны. У тебя нет ощущения, что на командах женской NBA откровенно экономит? Я понимаю, что это убыточное дело, но вот глядя на прешоу, глядя на те развлекухи, которые есть, глядя на промоушен, которые есть вокруг женской NBA, глядя опять же на то, что девушки летают регулярными рейсами во многих моментах, что возможно из-за вот этой экономии женский NBA и женский баскетбол воспринимают как-то вторично и недооценивают. Слушай, ну ты сейчас сказал экономит, но на самом деле ты назвал вещи своими именами. Да так и есть. То есть 100% не до, знаешь, все время как будто бы не до. Вроде шоу, но не до шоу. Вроде полетели, но не долетели. Ну как-то так. Но 100% это Америка, все это от финансов зависит. То есть не приносите денег и не будем на вас тратить, не видим это, как это можно раскрутить. То есть деньги, деньги всему причина здесь, соответственно, да, это не до шоу. Ну и даже у меня был, когда палец сломан, там, да, у NBA, на меня легли обязательства такие новые. Я ходила всегда, то есть там обязательно после каждой игры какая-то активность на каждого из игрока падала. То есть кто-то идет, не знаю, с зрителями в микрофон разговаривать, кто-то идет с фойе разговаривать с фанатами, кто-то идет фоткаться, кто-то на пресс-конференцию официальную. То есть там шесть человек, как правило, заняты вот этими делами. Но они не с пальца высосаны, там действительно журналисты всякие и все такое. А на меня палец, кто не любил общаться, уходить в фойе с фанатами. Ну и я думала, наоборот, прикольно. Потом, когда я стала ходить туда, я поняла, почему никто не любит. То есть фанаты женского баскетбола в Америке это такие люди, ну не знаю, которые... Брики. Спасибо. Я честно говорю, что у нас подкаст, в котором люди говорят исключительно так, как они думают. Ну я очень пыталась мягко, я не знаю, как это назвать. Слушай, я 16 лет освещал женский баскетбол, вот поэтому слово фрик я прекрасно понимаю. Да, да, да. То есть они общались с нами не потому, что мы клево играем, а потому, что как бы мы в команде. И просто мы в команде, мы рядом, и мы какое-то внимание их можем занять. Это не потому, что там я, Женя Белякова, играю за Лей Спаркс. Нет, потому что это в целом как бы круто за кем-то следить. И вот там такие брики решили, что фанатам быть круто, и вот они ходят, и сами не знают, какие вопросы задавать толком. Не очень понятно, что это, для чего это было. Ну и, конечно, я там эти встречи, мне очень повезло, у меня был со мной всегда шоумен, такой профессиональный актер, комедиан. Вот, и он всегда, потому что я говорила на английском, ну и все эти люди стояли, на меня смотрели. Он из моего русского, английского переводил без акцента для них на американском. Они потом только смеялись шутком. Ну вот, ну я там по-другому уже начала отрываться. Но в целом я понимаю, почему это. То есть это, ну, ну давай по-честному. Женский баскетбол был интересный, но ему не сравнится никак с НБА. Ну никак. Ну, женской WNBA, я не знаю как. То есть сейчас какие только эти улучшения не предаются придумать. Да, там и пониже кольцо, и площадку поменьше, и играть перед мужскими играми, что я вообще считаю унизительно и никак не должно быть. Ну просто, да, есть просто женский спорт именно такой, в такой стадии, вот так вот. Я не знаю как развлечь. Я все время говорю, мы обсуждаем женскую сборную Беларуси про платьишки. Когда они играли в платьишки, сильно много было, больше народу, или еще больше фриков стало приходить? Ну, ты знаешь, еще больше фриков стало приходить в комментарии про новости о том, что женская сборная Беларуси решила играть в платьишко. Ну вот, на трибунах не прибавилось народу, там, наверное, фан-клубы, там, не знаю, Настя Веременко не прибавились, потому что она вышла в платье играть. То есть это тоже не выход, ну, вот эта феминизация такая. Поэтому фиг знает, фиг знает, как играть красивее, ярче и лучше. Просто это женский спорт, это ударность такая. Ну, это, опять же, я не понимаю, когда говорят, там, типа, ну, Леброн Джеймс везде мелькает. Ну, вы видели вообще Леброн Джеймса? Я не знаю ни одной женщины, вот так, чтобы она выглядела, там, его увидишь на улице, ну, там, испугать, там, можно анатомию изучать из этих мышц, из этого строения тела. Ну, как бы, женщина же ни одна так не выглядит, чтобы от нее, там, этим здоровьем, чтобы она так летала над кольцом. То есть почему я топлю за то, что Грайнер уникальна, она реально уникальна. Как она выглядит, как она сложена, как она играет, она вот такой женский человек, да, в мужском, с таким мужским обличьем. Но это уникальность, как бы, только она, остальное все все равно это женские тела, они другие. А приори, мы не можем быть настолько интересными, вот именно в баскетболе, как мужчины. Это вот про разные, про разные рычаги прыжка. Это все, это физиология, ну, невозможно, я не понимаю. Ну, вот смотри, я сейчас обвиняю в сексизме, но я всегда топил за то, что женский баскетбол, в принципе, женщина, это должен быть секс. То есть это единственное, на чем может выехать женский баскетбол, просто потому, что он привлекает визуально. И если вот этого не будет сексуализации, пускай это скажут, да, сейчас, там, против всех канонов, но это единственный вариант привлечь, кроме спортивной составляющей, вообще визуальное внимание. Если вот это, наоборот, запихивается обратно, вот как ты говоришь, тела мужчин, то это будет совсем, совсем уж печально. Да, но с другой стороны, мы, как с тобой изначально обсудили про женскую сборную Белоруссии в платьишках, болельщиков больше не стало, стало больше триков. Мы не знаем, что на эти оголенные тела могут прийти просто более озабоченные болельщики. В этом тоже проблема. То есть мы, я не вижу в этом, в этом решении тоже абсолютно выгоду для женского спорта. Я не уверена, что именно в этом. Я считаю, что это как, ну, в теннисе, все-таки женский теннис мы любим смотреть. Просто там по-другому, там, да, действительно, чуть женственнее форма, какие-то непонятные выпады, и как бы, и они играют действительно там, зависит больше от техники. Женское фехтование, все смотрят, фигурное плавание, там, не знаю, катание на льду, все смотрят, да, там, биатлон. Женя, а уж про женский пляжный волейбол и говорить нечего. Никто не смотрит. Назови хоть одного игрока. Женского пляжного волейбола. А я, да, да, ты знаешь, я в жизни, я комментировал женский пляжный волейбол, но не вспомню фамилии, потому что я был увлечен другим, понимаешь? Тем более, я просто говорю, это не поможет. Смотреть визуально клево, включили, помелькали, но это не сделать именно искренних, любителей баскетбола. Я уверена, что популяция спорта, популяризация вот такая вот сильная должна быть именно из-за того, что, как бы, больше людей в это посвящены. Я знаю кучу людей, кто стал смотреть наши мои игры, потому что у них дочка пошла в баскетбол, дочка их стала терроризировать. А что дальше, куда я пойду? Они такие, о, баскетбол, о, точно смотри, ты там, типа, о, а ты там на чем ездишь? О, вот так можно, вот так можно. То есть это про другое. Я думаю, что надо заходить вообще с другой стороны на это все дело смотреть. Это про спорт. Это именно про спорт. Это именно про развитие своих навыков в спорте. И все. Ни одна женщина не станет Лебеном Джеймсом. И не надо. Но она может стать, там, себе что-то сделать, чего-то добиться, что-то, как бы, куда-то всю свою силу и энергию вложить. В общем, только что вы прослушали программное выступление будущего президента Федерации, я надеюсь, международной, Евгении Александровне Беляковой. Я надеюсь, что когда ты эту должность получишь, им нужен будет пресс-офицер, ты вспомнишь об этом подкасте. Подкаст. Окей. Жень, давай последний вопрос для тех людей, кто смотрит такой общедоступный эфир. Для тех, кто не в курсе, у нас будет еще 20 минут на бусте, а может чуть-чуть больше. Там приготовлены пять скабрезных, интимных и хитрых вопросов для Жени, на которые она еще о них не знает, но уже согласилась ответить. Смотри, если говорят вот NBA, это мечта, да, для любого спортсмена. Женская NBA для баскетболисток. Я знаю, многие отказываются. Например, та же Настя Веремеенко всю жизнь говорит, что я ему приглашение имела, но я туда не поехала и не хочу. Алина Ягупова, да, уникальная украинская баскетболистка, которая тоже там могла блистать, но тоже просто посмотрела, сказала, это деньги что ли. И список можно продолжать. Что тогда сейчас вот в реальности женская NBA для профессиональных баскетболистов? Ну, я считаю, в данных вообще обстоятельствах жизни все равно это еще больше мечта. Я не знаю, как мы можем играть внутри чемпионата сейчас, в закрытых чемпионатах и думать о том, что мы стали, мы круто играем, варимся в свои каши. Да даже Европа это уже одна большая каша стала. И не сравнивать себя с более атлетическими игроками, у которых действительно спорт это профессия, профессионально под болью. Более профессиональный подход, начнем с того, что большинство европейских команд не имеют такого подхода, который там имеет каждая команда NBA. Это про другое, то есть туда надо стремиться. Раньше я мечтала о сборных, побывать на Олимпиаде. Я считаю, да, Олимпиада мечтает, вторая мечта – это побывать женской NBA. Там можно не мечтать играть постоянно, там это дело выбора каждого. Но попасть туда, ощутить себя, попробовать свои силы, сравнить, понять. Нельзя говорить, там, клубника плохая, я ни разу не попробую клубнику. Ну, нельзя. Ну, я просто не люблю клубнику. Ты ее пробовала? Нет, ну, я знаю, что мне не понравится красная. Просто я не люблю красную клубнику. Как бы, я считаю, это вот про это. Не попробовав, нельзя никто там сказать, что я реально не люблю клубнику. Я ее поела, я поняла, ну, не мое, и все. Ну, как бы, мне хотелось, я рвалась. Я считаю, для молодых игроков вообще сейчас, что творится у нас, это мечта вообще должна быть. Это единственный выход вообще для развития, единственная мотивация. Потому что мы не знаем, когда нас допустят до Европы, до Олимпиады. Ну, хотя бы туда кого-то могут выпустить. Поиграть, посмотреть вообще. Сколько? На этой практически оптимистической ноте, да, можно подвести черту, поставить точку. Жень, огромное тебе спасибо. Прежде всего, за то, что ты первопроходец, ты согласилась. Я надеюсь, что многие люди, многие девушки, женщины посмотрят этот подкаст и поймут, что к нам ходить вполне себе можно и безопасно. И обратят внимание, опять же, я вот руководителей ФИБО настоятельно тоже тегнул во всех наших активностях, чтобы послушали твои программные речи и все-таки обратили внимание на то, что куда надо развивать женский баскетбол и с кем. Ну, я надеюсь, ты еще найдешь возможность к нам заглянуть ближе, может, к концу сезона. У нас еще очень много каверзных и интересных вопросов. Очень. Я чувствую, что очень много. Да, тебе спасибо, что нашел интересные вопросы, не сделал это в обычном интервью. В общем, друзья, подписывайтесь на Какого Хиру. Здесь колокольчики, всякие буковки внизу. Макс Коршунов обязательно вернется уже в самое скорое время с текстами про NBA. У нас есть интересная идея. Я надеюсь, что мы в ближайшее время ее также реализуем в общем доступе. Ну и, разумеется, призываю всех подписаться на наш проект Boosty, потому что именно там будет продолжение разговора с Женей. И вы не узнаете обо многом интересном, если туда не кликните и к нам не присоединитесь. Всех обнимаю. Будьте здоровы. Ваши Какого Хиру.